Ребят, всем привет, меня зовут Таня, это игра под названием The Quarry, и мы ее наконец-таки дальше продолжаем, когда она уже закончится, я не знаю, сколько мы ее уже продолжаем, поехали. Ребят, извините, что прерываю это видео, но это важно. Большинство людей, которые смотрят мои видео, к сожалению, до сих пор не подписаны на мой канал. Ведь это действительно несложно, просто нажать на кнопочку и тем самым сделать огромный вклад в мои старания. Таким образом, я буду понимать, что вам действительно интересен мой канал. Еще раз спасибо за то, что уделили эту минуту своего внимания, не буду задерживать, приятного просмотра. Так, мы остановились на дом семьи Хекетов. Так, сюда они быстро не пролезут. Блин, сколько здесь места. Мне надо отдохнуть. Еще не поздно, давай укушу. Не хочу расстраивать, но я все-таки пас. О, не переживай, я не расстроюсь. Мне-то что? У меня все в норме. Что ты делаешь? Хватит. Блин, она уже... Нет. Неважно. Давай найдем, как спуститься и достать Криса. А может, найдем выход? Достали погони и ножи. Ладно. И выход тоже. Окей. Она уже, кстати, посинела там. Я не знаю, сколько я и осталась. Так что печально. А в той серии... Что там? Мы на верном пути. Не отходи далеко. Чтобы лучше тебя видеть, внученька. В той серии вот этот тип, это Райан, по-моему, или как его зовут. Его пырнули ножом. Он сейчас стоит, кровоточит. Его по-любому не перевязали. А нахрен это делать, правильно? Пусть отдохнет. И вот у нас был в той серии выбор превратить его в оборотня или оставить человеком, и, возможно, он умрет. Но не факт. Не факт. Вот. Поэтому я решила выбрать нестандартное решение. Возможно, нестандартное. Да, нестандартное решение, то есть оставить его человеком. Посмотреть. Так, стоять. Это еще что такое? Так, подожди. Стоит там. Я здесь еще хочу побродить, посмотреть. Потому что мне кажется, я что-то здесь упускаю. Секунду. Вот это вот темнотища. Что я должна здесь понять? Опять-таки. Давай я яркости добавлю себе. Да. Ничего, не изменилось? Что здесь? Почему я не могу пройти сюда? Ну, давай обойдем, я не знаю. Здесь можно обойти? Я хочу найти кое-что. А, здесь все завалено. Ну, ладно. Тогда, получается, у нас один путь это к этому парню. Поехали. Так, стоять. Тут что-то под нами. Давай я обойду. Что это? Кажется... Кажется... Кажется, это Крис Хэккен. А? А? Давай превращаться и будем пиздиться с ним. смысле я же дошла оттуда какого хера я тоже для провалилась это еще кто там так что происходит вообще и помогать сейчас тоже превратится не только не трэвиса пожалуйста мы жива ножом вернули в той серии и его сожрали возможно это как-то повлияло это не не буду стрелять хочу хочу посмотреть чтобы бляха трэвиса сожрали и до 1 на сорян чувак ну такие дела короче получил достижение взаимное играть о каких гарантиях идет речь и привет с возвращением дружок я рада тебя видеть особенно теперь когда столько тварь сдохла еще не все но время есть что удалось найти про тварей говоришь про людей потому что большие людей похерила чем обрадение рождение нового дня есть еще шанс согреться в его лучах пережить ночь твой выбор твои действия твоя жизнь поставлена на кон но скажи сумеешь ли найти свой путь в кромешной тьме и снова увидеть как восходит солнце суд страшный суд наступил вот чего ты ждешь от этой карты да возможно в этом случае все проще возможно чьё-то суждение внезапно принятое решение может спасти кого-то отличного дня расплаты каждый шаг ваш каждое решение склоняет чашу весов но куда именно думай не спеши и может выживешь так у меня есть предположение всегда остается то что скрыт хочешь я покажу у меня есть предположение что это финал это финал у нас есть две карты то есть хорошая плохая концовка скорее всего если я не ошибаюсь побываю из людей у меня в живых осталось только девчонка хотя и в самой игре в самом начале игры я почему-то подозревала вот правда что она останется живой ну а такая неприметная и вообще как герои не рассказали то есть не показали ее давай увидим я выберу темную карту но учти я могу показать тебе лишь одно возможное будущее да да какой решай давай и суд а мы можем запереть и выжить до последний раз иди иди покончи с этим но у нас получается последний главный герой остался но если только нам не дадут потом поиграть за наших старых героев которые превратились получено достижение глава 9 у нас глава 10 последняя девушка не знаю что я здесь и скоро за мной придут что делать найду укрытие от реально нам на протяжении всей игры за нее поиграть вообще не давали вот я не помню нам давали поиграть за неё я если честно помню только один раз когда нам дали за нее поиграть все больше ничего здесь я в прошлый раз находила карту будет тут еще карты эти зачем а эта сумочка этой девочки нет ничего ладно раз ты последняя осталась давай тогда с тобой выживать по максимуму так я так понимаю мы закроем кого-то в этой двери в холодильнике погнали да и конечно хотела бы оставить не ее в живых не знаю там дела на какого-нибудь но не судьба короче не судьба и я не знаю если смысл сейчас вот так вот ходить искать карты потому что мне кажется здесь уже где-то финал финал этой игры нам наверное нужно будет на второй этаж эти без понятия можно ли тут что-то найти еще здесь походим посмотрим камин ущербный и все получается получается здесь больше ничего нет а чё ты заложила только одну дверь а в другую дверь не будут заходить что ли ой что это бляха муха я думала вон там вот кто то есть что отсвечивается это что это подсвечники а так подожди и я брожу бессмысленные вот эти хождения давай наверх подниматься я думаю нам наверх надо посмотрим чё наверху но здесь какая-то фотка есть можно глянуть чья-то фотка а это эти это вот эта бабка и ее супруга вот этот мелкий это кто это трэвис по ходу блин трэвиса жалко реально я бы хотела чтобы трэвис остался в живых чё там теперь мы знаем кто этот козел значит это брат мистера х и так какой козел это она про этого про здоровяка наверное да но он же здесь ходил вроде как так здесь есть еще один этаж стой вернись обратно куда ты идешь сама пошла что-то здесь что-то наверное еще есть дожди да я похожу посмотрю хотя не уверена что мы найдем что-то лучше пройтись посмотреть вот картины есть какая-то сколько они тут живут найдена улика фамильный портрет продолжать поиски давай посмотрим еще возможно найдем еще что-нибудь полезнее еще фотка какая-то здесь вообще еще вот здесь есть комната какая-то это что за комната игровая комната или что понимаю такое чувство как будто бы я просто бессмысленно здесь хожу зачем я здесь хожу здесь кстати тоже подъем на 3 есть эх я талисман который не дожил до начала смены найдена улика рисунок в адреске не так и странно что еще есть я так не поняла кто такой ян это барашек или собачка или что это вообще но я так поняла умер умер умерла или умину умер янташ мужское имя или это собака я не понимаю ничего так только мне рассказали что здесь есть что часы кольцо где я видел эту эмблему найдена улика украшения с гравировкой если бы я знала я бы тебе сказала мистер и его дурацкие объявления кстати эта штука могла бы нам помочь я думаю взять а сломан хреново мы бы могли использовать как не знаю оглушение какое-то против оборотней что это кассета это с фото ловушки что же они искали давай смотреть тогда доказательства найдена запись а посмотреть не хочешь так секундочку там есть подъем туда еще или нет здесь вроде как все дожди можно ли вот туда подняться там же тоже есть третий этаж и как вы туда посмотреть давай чисто ради интереса сходим посмотрим потому что мне кажется там тоже этаж есть давай давай господи быстрее можно как-нибудь ходить так там мы были там чего нет возвращаться быстрее пожалуйста почему так медленно и почему ничего не видно кошмар тогда перейдем на эту сторону пойдем на третий этаж я хочу с той стороны на третьем этаже посмотреть может что-то реально там найдем интересно здесь есть подъем есть хорошо поехали хотя мы находим только улики в принципе больше ничего здесь и не что то есть подсказываем не быстренько о карта жрица значит мы еще встретимся с бабкой значит это еще не самый-самый конец наверное да что есть что здесь что здесь здесь пусто а получается я сюда пришла только ради карты ну ладно даже неплохо а на хрена мне подожди как отсюда выйти здесь нет здесь диван я запуталась подожди вот это же выход да мой кончено все темно вообще почему здесь в лагере нет запасных фонарей разве в лагере не должны быть запасные фонари это типа ловицы скрипущие это конечно тяжко так ладно давай будем заканчивать подготовимся каким образом интересно ой 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 кто-то через камин лезет надеюсь там одна тварь они несколько и надеюсь это не делом лезет 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 у вас там их несколько и вашего это на девочку похоже на самое маленькое на лору это лора мне кажется еще стоим мне реально кажется что это лора на самое мелкое ждать бежать давай подождем я думаю если мы побежим мы только сделаем хуже наверное но я думаю можно выстрелить давай разочек она же не серебряными пулями вроде как блин это в башку стрелять башку так забавно бегаю вещей вот такой-то такой тик 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 думаешь что задержит его ее его то там хотя это может быть даже и дилан хер пойми что нам делать в окно лезть окно балка так секунду что может случиться если мы полезем в окно там мокро там идет дождь мы можем подскользнуться упасть что может случиться если мы залезем на балку или куда есть вероятность что мы тоже можем упасть но там сухо то есть вероятность того что мы упадем ну и то что нас увидят тоже высоко ладно если честно в окно я не хочу лезть потому что там мокро и это самый высокий процент того чтобы просто упадем по тупости поэтому давай выберем балку не знаю что нам это даст ну давай попробуем главное не упасть пожалуйста а эта хрень еще и прыгает свой интересно доживем мы вообще а она что тоже за нами вот так вот пойдет давай у кого лучше у кого лучше акробатические способности видимо у меня чел и не выжил и полез полез а я спустилась уже так спрятаться ли бежать бежим прятаться не хочу если честно будем в действии бежим бежим а куда бежать вообще хрен пойми путь обновлен ну на улице просто еще твари всякие бегают и неизвестно сколько у нас осталось патронов а кстати да мы можем здесь закрыть в морозилке надо было дверь открыть в морозилку давай задерживать дыхание так вот этот вот красный радиус но я держу до последнего короче надо его как-то в морозилку заманить вообще хер пойми как это сделать не-не-не-не держимся до последнего до последнего я не это до последнего до последнего все отлично отлично или нет 0 ничё так тебе может что-то сделаем или кто-то нас спасает или я что-то не так сделала вероятнее всего что да почему блин я вроде сделала как нужно он ушел херня какая-то ладно давай посмотрим что теперь будет мы проиграли да мышь надо было спрятаться реально ну у нас больше ночь выдалась интересная не так ли цикл не разорван не для всех признаюсь я разочарована но могло сложить я разочарована но не для всех признаться и хуже теперь мы связаны ты и я и хотя полнолуние еще не раз вернется вместе с проклятием эта ночь закончилась не бойся я благодарна тебе за помощь но не вздумай снова вернуться в хеккетскуори ясно если я увижу как ты суешь свой нос куда не просит я не дам тебе покоя я буду следовать за тобой вечно дышать затылок держаться в тени но рядом если вернешься я буду с тобой до конца твоих дней так получено достижение глава 10 ну давай что сейчас будет ну хрен пойми дадут ли нам поиграть за героев которые уже превратились в оборотней но уже день они вроде как становятся людьми макс заражен на рассвете макс вернул свой человеческий облик но так как крис хекки все еще жив ими не удалось спастись от оборотней в домике на дереве ясно раян упустил шанс убить криса и начальники которого он когда-то уважал убил его лора мертва лори лора и трэвис убили друг друга после того как район не смог застрелить лора и трэвис убили друг друга ясно подожди лора и трэвис убили друг друга как трэвис же умер а я поняла бобби был ранен райаном и не до защититься от криса он был убит братом констанция пыталась захотеть лорпе стоять винате во время потасовки лора выстрелила в лицо папка тоже мертвую лора его убила джейкоб попал в заточение джейкобу помочь ему избежать но мы конечно же отказались его нахер вырубила келли дочь криса обращенного во время пожара врачом цирке 6 лет назад тоже обращена и было убита лоры бигейл прицел прицелилась превращаться не крис райан пощадил криса в доме теперь крису придется ответить за последствия свою кровь жадного безу дилан благодаря укусу гол получил дилан пережил ночь но так и остался проклят ник пережил ночь в форме оборотни поскольку райан не позволил лоре застрелить ясно кейтли дожив до битвы в койке если уклонялась от атак калиба пока он не носил а калибр это а это брат пережил очередное полнолуние калибр вернул к свече со сходом солнца ясно что что еще белый волк живо происхождение белого осталось загадкой с ухтенса он снова скрылся в лесу что ожидая следующего по белый волк это кто вообще такой что за белый волк интересно интересно куча трупов результат резни в летнем лагере что думаешь антон мерзкая формулировка зачем кучу то думаю это метафора по крайней мере мы закончили вроде с хэкетской как видишь не совсем закончили ну вы с трехмесячной давности старье же антон давай сначала представимся это странная настоящая подкаст о сверхъестественном я грейс а я антон и вместе мы изучаем вероятность сверхъестественных событий в обычной повседневной жизни это действительно обычная повседневная жизнь с налетом потусторонних сверхъестественных событий нет окей итак надеюсь твоя шапка застрахована ведь тебя сейчас ждет отрыв башки что застрахована ли моя шапка да самое дорогое обязательно надо страховать шапку да ладно твои приоритеты ясны продолжай в общем мы не случайно решили вернуться в хэкетс кори ситуация изменилась я раздобыла информацию я настроен скептично но послушаю сквозь шапку рада это слышать боже что почему ты улыбаешься хватит ужас какой а что я что зря по твоему брекеты носила зубы у тебя красивые спасибо этого многие наши слушатели могли обо мне не знать так у меня есть свой человек так что сегодняшний эпизод будет чем-то напоминать покажи и назови какой еще человек внутри чего что у тебя свой человек внутри разве не у всех есть такой человек внутренний критик говорящий бросай свой подкаст он никому не нужен послушай этот голос грейс в общем что я хотела сказать назовем это безвозмездной помощью понимаешь не только мы нашли эту ситуацию странной кто-то даже прислал нам посылку ты же ты это не открыла кто вообще знаешь я не доверяю твоим слухам ой как не терпится открыть сюрприз безвозмездная помощь слушай ты ведь всегда мне обещал с самого первого подкаста что если будут доказательства ты рассмотришь все варианты говорил да я сказал это точно зная что никаких доказательств мы не увидим в общем так нам прислали информацию и мы должны решить странная она или настоящая окей ладно посмотрим для тех кто нас сейчас слушает мы собираемся открыть посылку от неизвестного подписчика если это отправили вы поздравляю мы купили извините призраку призраку не открывают двери они через стены ходят ладно тебе стоит больше опасаться убийц смотри Похоже, нашли еще одно тело. Эй, нельзя же просто так показывать фото трупа. Предупреждать надо. Ладно, перезапишем. Антон, можно показать тебе фото трупа? Нет! Ну, что с тобой делать, Антон? Ладно, хорошо. Это труп. Окей, кто это? На кого я смотрю? Это один из пропавших туристов. Помнишь тот случай? Да, это правдивая часть истории. Да, его звали Эд Бенсон. Его утопили в озере. Так утопили или утонул? Ты придираешься к словам. Ничего я не придираюсь. Если утонул, то просто плавал и не выплыл. Ну, а если... Если утопили, значит, ему помогли. Ну, стало быть, я сказала именно то, что хотела. Конечно, у меня нет доказательств, но... Ну, конечно. Что, у меня разве так часто не бывает доказательств? Да это фейк. Ладно, я абсолютно уверена, что его утопили. Окей, а полиция об этом знает? Хеки-то подозреваемые. О, ты уже втягиваешься в обсуждение. Это хорошо. Дело вот в чем. В газете пишут, что этот человек не найден. Но на фото он выглядит вполне найденным. Ну да, как не найден, если вот он прямо тут? Вот. Ну, зачем, зачем писать, что он не найден? Потому что это заговор. Укрывательство. Они все в сговоре. Что? Кто в сговоре? Хекиты? Хекиты? Нордкилгазет? Я же с самого начала их подозревала. Ладно, один турист есть. Он мертв. А что со второй? Энн Рэдклифф? Не найдено. Кто знает, сколько тел там так и лежит? Ах, не знаю. Как-то неоднозначно. Конечно, очень жаль, что тот парень утонул. Ну, непонятно, к чему столько усилий. Чтобы что-то скрыть. Это называется укрывательством. Так про что угодно можно сказать. Ладно, я ожидала скептической реакции. Поэтому главный бриллиант оставила на потом. Неужели ты, наконец, покажешь мне эктоплазму? Давай, давай. Подставляй свой пальчик для бриллианта. Что там? Фоточки с камерой туриста, на которых видно, что они в хэкетскоре. И? Может, они просто потеряли там камеру? Так бывает. Ага. Потеряли камеру, пока их убивали. И сумки тоже там нашли. Не может быть, а фейковые фотосумок там тоже есть? Ой, все. Ладно, у тебя есть фотосумок, но они могут быть чьи угодно. Но они совпадают с теми, что были на фото. И на них есть инициалы. Кажется. Хотя, может, это просто потеки от воды. Ну, ладно, это уже кое-что, признаю. Надо немного поговорить о семье хэкетов. Они типа потомственные землевладельцы, так? Угу. Да. Их прапрапрадеды были звероловами и объявили эту землю своей. Просто так? Да, и флаг свой поставили. Будто на Луне высадились. Флаг семьи хэкетов, ясно. Да. И примерно в то же время они нашли кварцит. Кварцит? Я надеялась, что ты спросишь. Интересный факт. Все здания в Нью-Йорке сделаны из кварцита. Неинтересный и не факт. Большинство. Но это не важно. Не важно? Каламбур. Они выкопали карьер и добились большого успеха. Пока Септим Хэкет, идеальное злодейское имя, седьмой сын звероловов, а число семь имеет сверхъестественную силу, не закрыл шахту. Значит им пришлось жить только за счет земли. Да, ты говоришь только. Но земли здесь много акров. Это много леса. Много неизведанной тьмы. А, ясно. Удобно прятаться. Хорошее место для семьи странноватых отшельников. И вот здесь-то история принимает паранормальный оборот. Ясно. Началось. Множество акров леса с призраками. Как скажешь. Я думала, этот подкаст уже не закончится никогда. Кстати, озвучка вот этого вот Антона, я так понимаю, это один и тот же, что я с Джейкобом озвучивал. Ладно, неважно. Что мы можем вообще сказать про эту игру? Так, я слышу. С вами снова странное настоящее. Антон, сегодня у меня для тебя лето. Все-все-все, хватит. Ты заставишь меня это читать? Ага. Ладно. Это... У тебя в руках копия письма Кэлли Хэкетт своей бабушке, предположительно. Знаешь, вообще это больше по твоей части, но могу и я почитать. Да, но мне кажется, в твоем исполнении будет звучать убедительнее. Ладно, поехали. Бабуль, сколько можно терпеть эту херню? Я знаю, что семья это главное, но мне интересно, что еще есть в мире помимо леса, этого проклятого дома и лагеря. А из-за этой самой семьи мне не светит все это узнать. Может, мы сможем как-то все объяснить, дать знать другим, чтобы они поняли, что мы так живем не по своей воле. Я знаю, ты хочешь нас защитить, но однажды тебя не станет, а мы уже сейчас живем, как в темной яме. Я не могу заснуть, а когда могу, мне снится этот чертов пожар. Как бы я хотела все вернуть. С любовью, целую, к. Вот это поворот. Да. Снится этот чертов пожар. Разве не похоже это на слова человека, увидевшего нечто необъяснимое? Нет, реально жутко. Ее явно что-то беспокоило. И это правда? Ну, не знаю, зачем кому-то это подделывать. Ну и подтвердить не могу, так что придется поверить на слово. Блин, бедняга. Да, что-то там произошло, что-то ее терзало, и я хочу узнать, что именно. Ладно, можешь считать, что я тебе верю. Пока. Так, я так полагаю, это будет длиться еще по всем нашим уликам, скорее всего, которые мы находили. Поэтому я не закончила. Что можно вообще сказать по этой игре? Игрушка... Если не придираться, игрушка прикольная. Игрушка такая со своими неожиданными поворотами. Мне она реально понравилась. Я бы, наверное, даже хотела бы вторую часть этой игры. Посмотреть, что же с вот этими вот главными нашими героями сделанным моим любимым героем. Ну да ладно. И пишите в комментариях, понравилась ли вам эта игра. И если вы ее проходили, какой финал у вас был. То есть какие герои у вас выжили, или у вас было так же, как и у меня. Тем не менее, тем не менее, я планирую записать еще вторую концовку. Попробовать сделать так, чтобы наша последняя главная героиня выжила. И посмотреть вот этот вот второй финал, вторую концовку. Спасибо большое за то, что посмотрели со мной эту игру. За то, что поддерживали меня. Очень важна ваша поддержка. Потому что все эти старания делаются для вас. А вы это очень большой мотиватор. Всех люблю. Всем пока.